Маленький Костя может всласть, бегать из комнаты в комнату. Теперь для этого есть место около 90 квадратов. Семья Сергеенко переехала в новый дом в селе Зудилово в конце июня. Помог денежный сертификат на 1 миллион 150 тысяч рублей по программе устойчивого развития сельских территорий. Нелли работает в бюджетной сфере. Через пару недель после того, как мечта о большом доме исполнилась, пришло письмо. Теперь супруги должны вернуть обратно в краевой бюджет 250 тысяч рублей. У нас и кредит, у нас и ипотека. Мы платим больше 32 тысяч в месяц. А нас еще попросят, чтобы мы 245 тысяч вернули. Даже если с рассрочкой, мы все равно это не потянем. И ребенок один на иждивении. Семья Ташлыковых купила квартиру в Березовке в 50 квадратных метров. Но пока живут в Боровихе, в старом жилье. У них удержали почти 90 тысяч рублей. Мы сейчас не можем даже заехать по одной простой причине, потому что в квартиру. Потому что нам надо найти средства, чтобы сделать какой-то ремонт в этой квартире. Но сказать спасибо администрации нашего Первомайского района за то, что у них какая-то произошла ошибка, а мы за это будем отвечать. Всем участникам заранее объяснили условия работы сертификатов. Новый дом не должен быть аварийным. Площадь и суммы высчитываются по количеству членов семьи. 30% суммы на квартиру участники программы находят сами. У семьи Лукьянченко арестовали 50 тысяч рублей. В разгаре ремонт на 56 квадратах нового жилья. Тоже в Березовке. Мы не отказываемся. Просто если это законно, законно они нас требуют, этот возврат. Это же получается технический сбой. У них же технический сбой произошел. По результатам проведенных проверок, в случае выявления нарушения прокуратуры Первомайского района, будет принят необходимый комплекс мер прокурорского реагирования, направленный на защиту прав и законных интересов граждан. Только в пятницу прокуратура сможет дать ответ семье Лукьянченко. А ведь в подобной ситуации оказалось 6 семей. В сумме в краевой бюджет, со слов пострадавших, вернется около миллиона рублей. Часть жителей Первомайского района даже не успели потратить полученные деньги. Удержанные суммы заморозили прямо на счетах. Причина этого бюрократического коллапса – слишком большой объем выделенных средств. В этом году сертификаты на 46 миллионов вручили 33 семье. Тогда как в прошлом году такую помощь получили только три семьи. Одномоментно были поданы документы семьями, и в том числе заведомо с неправильным расчетом субсидий. Ну, соответственно, специалист, который ответственный за реализацию данной программы, техническую ошибку совершил, так скажем. По словам Алены Лаптевой, сотрудника ответственного за ошибку уже наказали, сделали выговор. Семьям предлагают упростить возврат денег, договориться о рассрочке. Но пока прокуратура не выяснит, должны ли пострадавшие рассчитываться за чужие ошибки, денежные отношения не начнутся. Дарья Демиллер, Валентина Аскерова, Алексей Фризен, Николай Шелко. День с толком.